Инженерная империя. Кого будут готовить в передовых инженерных школах? В парке Черного озера прошла встреча для абитуриентов КФУ Лайф. 6 июля сразу два института Казанского федерального университета выпустили свободное плавание дипломированных специалистов. Всем привет! В эфире Универньюса, в студии Карина Саяхова. Подведены итоги первой очереди конкурса «Студенческий стартап». Отобраны первые 650 победителей, которые получат по 1 миллиону рублей на развитие своих бизнес-проектов. В их числе 23 студента Казанского федерального университета. Они получат по 1 миллиону рублей. Это представители Института фундаментальной медицины и биологии, Инженерного института, Института вычислительной математики и информационных технологий, Института физики, Химического института имени Бутлера, Института управления экономикой и финансов, Института информационных технологий и интеллектуальных систем, Института международных отношений, а также Набережно-Челнинского института. На базе ТАТ-Медиа прошла пресс-конференция по результатам конкурса на создание передовых инженерных школ. Подробности узнавала наш корреспондент Алина Красильникова. В Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям ТАТ-Медиа состоялась пресс-конференция по результатам конкурса на создание передовых инженерных школ. В качестве спикеров выступили исполняющие обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский и проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского федерального университета Марат Софиулин. Выступающие рассказали о фронтерных инженерных задачах, новых разработках и системе управления передовой инженерной школы. Вот эта школа как раз призвана ликвидировать этот разрыв. То есть КАМАЗ не просто направляет людей, а перед каждым есть задачи. То есть маленький узел, маленькая деталь, которую он должен не только проработать схематически, но и разработать прототип. И защита она будет после того, как его вот этот прототип, новые решения инженерные, оно на стендах КАМАЗа докажет свою пригодность и эффективность. И фактически будет потом в каком-то цикле запущено в производство. Спикеры Казанского федерального университета представили новые прорывные технологии, которые представляют ускоренное внедрение импортозамещающих решений по критически важным технологическим и компонентным данным. На протяжении восьми лет передовая инженерная школа планирует заняться производством собственных аккумуляторных батарей, беспилотных грузовиков и оснащением уже имеющихся отечественных двигателей и батарей. На базе передовой инженерной школы будут открыты новые центры и лаборатории, которые позволят модернизировать процесс подготовки специалистов будущего. Наиболее значимый вклад в целевую модель развития университета и территории мы ожидаем в инновационной сфере за счет системного запуска высокотехнологических стартапов, создания новых интеллектуальных продуктов и формирования университетской технологической платформы. Но не секрет, что передовую инженерную школу мы собираемся организовать в городе Набережная Челны. Это центр Камского региона, где у нас действует несколько территорий опережающего развития, действуют особоэкономические зоны. Вообще потенциал высокотехнологичности зарядочен там. Там очень много предприятий, там есть не только КамАЗ, там есть и предприятия-спутники, которые поставляют достаточно много комплектующих для КамАЗа. Поэтому здесь мы ставим такие задачи. Уже в этом году основной акцент Казанский федеральный университет сделает на переподготовке кадров, которые уже есть в регионе. Будет запущена новая программа бакалавриата и магистратуры в рамках существующих направлений. Обучать специалистов будущего будут преподаватели из разных вузов страны, в том числе и Московский государственный технический университет имени Баумана, Казанский федеральный университет и практики со стороны КамАЗа. Будет развиваться достаточно большой пласт и образовательных программ, и научных исследований, и опытно-конструкторских разработок, сетевого взаимодействия и дивизион инфраструктурного развития. Важно отметить, что будет существенно развит научно-исследовательный компонент. На первом этапе мы планируем создать три новых центра превосходства и 14 научных технологических подразделений, лабораторий и полигонов по фронтирным направлениям. В сфере образования по тем трекам, которые уже сегодня существуют, мы разработали четыре новых трека, они на рисунке выделены пунктирным линиям. И обратите внимание, что мы имеем на выходе. Мы имеем на выходе студентов или выпускников, которые способны организовать собственный бизнес. Это инженер, который работает в условиях индустрии 4.0 и самое что главное, исследователь мирового уровня, инженер-исследователь, который способен будет работать во всех последующих формациях. То есть мы даем очень широкий спектр компетенции для таких студентов. Напомним, что передовые инженерные школы – это федеральный проект, инициированный Минобороки Российской Федерации. В конкурсном отборе на право создания инженерной школы нового поколения принимали участие 89 вузов из 41 региона страны. По итогам отбора федерального проекта грантовую поддержку получили 30 вузов из 15 регионов России. Среди них и Казанский федеральный университет со специализацией передовой инженерной школы машиностроения, ключевым партнером которой обозначено публичное акционерное общество КАМАЗ. Алина Красильникова, Фаридзе Хитуглы, Универньюз. В этот вторник в рамках ФУЛай в амфитеатре парка Черное озеро состоялась встреча абитуриентов и представителей университета. Все подробности в сюжете Маргарита Михайловой. Приемная кампания в самом разгаре. До окончания приема заявления осталось чуть меньше трех недель. В этот волнительный период абитуриенту как никогда важна обратная связь представителей университетов. Когда подавать документы? Какое выбрать направление? Когда подавать согласие на зачисление? На все эти вопросы эксперты КФУЛай регулярно дают ответы в прямом эфире. 5 июля в амфитеатре парка Черное озеро абитуриенты и их родители смогли попывать на трансляции и задать свои вопросы представителю Казанского федерального университета лично. Формат возник, наверное, потому что нужно переводить вот такие сложные процессы, которые присутствуют и преследуют выпускников школ из года в год, в какие-то неформальные игровые обстоятельства. В этот раз студенты смогли пообщаться не только с представителем университета, но и с его успешными выпускниками. В число спикеров вошли директор экстрим-парка Урам Мария Крюкова, куратор набережных Казанки Осия Гизатулина, а также руководитель общественной приемной уполномоченного предпрезиденте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Филипп Зарубин. Помню в первую очередь преподавателей. Многие пытаются их забыть, это не так. В моем случае это потрясающие люди, которые, ну, заложили толику ума в голову моих друзей, потому что, по крайней мере, на моем факультете были лучшие специалисты. То есть, например, у меня один из преподавателей писал Конституцию нашей страны, ну, то есть и так далее. То есть у меня были такого уровня личности, которые нужно брать за пример. В этом году планируется зачисление более 14 тысяч человек. Представители Казанского федерального университета регулярно публикуют всю необходимую информацию о поступлении в социальных сетях институтов КФУ. Найти запись эфира в ближайшее время вы сможете в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. Маргарита Михайлова, Хафиз Гараев, Универньюз. Оргкомитет Игр Будущего приехал в республику для проведения инспекции по спортивным аренам и городской инфраструктуре города Казани. Каким будет первый в истории международный технологический турнир, узнаете в следующем сюжете. До старта Игр Будущего осталось полтора года. Одной из важнейших задач Оргкомитета турнира стала подготовка инфраструктуры города Казани. В рамках инспекционного визита республику посетила специальная делегация. За минувший день она посетила несколько площадок города, которые рассматриваются для проведения соревнований. Мы, как спортивная федерация по киберспорту, не только были на ваших спортивных объектах, мы там проводили соревнования уже много лет. И в этом году у нас чисто по киберспорту планируются определенные активности. Поэтому площадки в Казани мы отлично знаем. Казань прекрасное место, оно приняло большое количество известнейших соревнований на самом высоком уровне. Поэтому то, что Казань подойдет по всем параметрам, никто не сомневается. Презентация Игр Будущего состоялась в сентябре 2021 года. Проведение международного турнира по 16 гибридным дисциплинам планируется в феврале 2024-го. Каждая из дисциплин объединяет в себе классический спорт и киберспорт. Очень важно понимать, что в современном цифровом мире важно соблюдать гармонию. Гармонию между физическим и индивидуальным. И вот как раз Игр Будущего предлагают тот формат, который позволит сочетать в себе разные навыки и компетенции. Наша федерация, естественно, это всячески поддерживает. В рамках визита Оргкомитета запланировано посещение Казань-экспо, баскет-холла, дворца спорта, Татнефть-арена, Пирамиды, Акбарс-арена и деревни-универсиады. Подробнее об итогах инспекционного визита Оргкомитета Игр Будущего в Республике мы расскажем в одном из следующих выпусков. Маргарита Михайлова, Универньюз. Студенческая пора рано или поздно заканчивается для каждого. 6 июля сразу два института Казанского федерального университета выпустили свободное плавание дипломированных специалистов. Подробнее смотрите в сюжете. 6 июля в культурно-спортивном комплексе Казанского федерального университета УНИК состоялось торжественное вручение дипломов сразу двум институтам. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций и Институт математики и механики имени Николая Лобачевского. Первым дипломом вручили выпускникам гуманитарных наук. Декан высшей школы журналистики Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Леонид Толчинский отметил, что студенты вели не только активную студенческую жизнь, но и плодотворно посвящали себя научной и практической деятельности. Далее для вручения дипломов на сцену культурно-спортивного комплекса традиционно поднялись ведущие преподаватели Казанского федерального университета, которые на протяжении всех учебных лет поддерживали студентов и оказывали безграничную помощь в начинаниях выпускников. Следующими свои путевки во взрослую жизнь получили студенты Института математики и механики имени Николая Лобачевского. Хронология вручения диплома была такая же. Директор Института Екатерина Турилова открыла мероприятие «Торжественная речь для выпускников», которая рассказала о важности динамичной и продуктивной студенческой жизни. Ведь наука, изучение общеобразовательных процессов и социальная активность идут параллельно, дополняя друг друга. На сцене выпускники Института математики и механики гордо держали в руках дипломы о высшем образовании и громко поддерживали каждого из одногруппников. Ведь цель, к которой они шли долгие годы, наконец достигнута. Удачи, верьте в себя и у вас у всех обязательно все получится. Мы здесь годы прошли замечательно. У меня выпускного не было в бакалавриате, так как был коронавирус. И вот сейчас я за два раза, так скажем, выпускаюсь. Казанский федеральный университет выпустил во взрослую жизнь уже сотни тысяч студентов со всего мира. Ежегодно бывшие абитуриенты становятся дипломированными студентами и врываются в дальнейший этап с гордо поднятой головой. Тагмина Мадатова, Фарид Захидаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok